на портал экзегет поступил вопрос что бог считал того человек да не разлучает евангелет марка это распространяется и на невенчанный брак знаете у церкви есть богатый опыт еще даже священописание есть такие ясные слова апостола если муж неверный неверующий согласен жить женой верный или наоборот то они должны жить вместе это санкция самого священного писания самого апостола потому что вот этот брак да он невенчанный он не имеет благословения церкви но это все равно брак как раз у апостолов дальше идет речь о детях вот вы браки вы невенчанные но у вас есть общие дети как разводиться если нет конечно особых канонических причин типа измены как разводиться а дети вы же их мать и вы же их отец детей важно оба родители дети не понимают как вот обычно но вырастут поймут да они вырастут они поймут боюсь могут понять не совсем то что нужно для спасения души они тоже могут также равнодушно в этом плане относиться к своим уже детям и поэтому с неверующим партнером и слушать так она получилась уж часто бывает когда люди заключают брак будущее оба неверующие а потом кто-то из них приходит к вере надо жить надо строить по возможности христианские отношения если твой партнер по браку неверующий не перевел повторяя не переходят границы канонические канонические границы которые уже позволяют брак разрушить силу их крайнести такие да так сказать то надо жить то есть это твоя жена и твой муж ты тебе никто никак не препятствует о жене заботиться никто никак не препятствует любить христианские мужа и никто никак не препятствует спасать свою душу я человека верующего главное это спасение души главное спасение души и вот у нас есть такие ну страшные для современного человека слова что рабы должны повиноваться не только добрым господам но и злым сейчас даже так цитировать как-то на эти вот боишься что люди совсем там ну церковь это что-то вообще что такое-то на эти даже не средневековое что-то и разработали рабовладельческого периода цепь сильно она извините и уже так сказать уже две тысячи лет она действительно очень исторически сильно покрывает но тут в одного вопрос не форме а то что любовь она превыше всего и рабам не препятствует их состояние кстати церковь была всегда против рабства к слову сказать даже в это еще написание сказать отмечу что если ты можешь освободиться то освобождайся они препятствуют рабам любить других людей даже если ты их господа на самом случае так сказать вот и то что самое главное то есть ты стяжал любовь ты стяжал и счастье в этой жизни и в будущем лица если в это нету то ты же зря жизнь прожил даже ты очень богат и свободный и все остальное поэтому кто тебе препятствует по-христиански любить своего супруга или супругу неверующих никто кроме тебя самого это и собственно грехов вот с ними борись то есть спасение души возможно и в невенчанном мраке путь любви возможен и не вечно брать а дальше старайся тем более если вот есть дети ну вот их воспитывать христиански глухи насколько это возможно той семье и конечно вот что бог сочетал чек-дорогичает это слова цитируется в отношении но обычно читаются на браке на на таинстве парксочетания но они согласно повторяю это не свое говорю ориентируясь на священописание это относится и к невенчанным бракам если каноны которые так сказать говорят о сохранении брак они были нарушены внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео